Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфия Хайдарова. Добрый день. Нурсултан Назарбаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил избранного президента Республики Армения Армена Саркисяна. Далее цитата. «Уверен, что ваши профессиональные навыки и жизненный опыт позволят достигнуть дружественной Армении новых успехов на пути ее динамичного развития. Надеюсь, что основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Астаной и Ереваном будут и впредь развиваться во благо наших стран благодаря вашей активной поддержке». Глава государства пожелал здоровья и успехов президенту Армении на ответственном посту, а всему народу страны – мира и процветания. Напомню, нового президента Армении избрали накануне Армен Саркисян – кандидат от правящей партии и бывший премьер-министр. Примечательно, что нового главу государства впервые определял не народ, а парламент. За Армена Саркисяна проголосовали 90 депутатов против 10. Проведение выборов в новом формате стало завершающим этапом конституционной реформы по трансформации Армении в парламентскую республику. Новоизбранный президент вступит в должность 9 апреля этого года. «Свой многолетний опыт, знания и всю энергию я направлю на выполнение обязанностей президента Армении, на служение нашей республике и ее народу. Безусловно, я полагаюсь на вашу поддержку и участие в будущих победах ради граждан Армении». На 30 мест в городских и районах Маслехатах в Кустанайской области претендует 41 кандидат, 15 из которых выдвиженцы от политических партий. Общие сложности по своим избирательным округам должны проголосовать более 20 тысяч человек. С 5 марта к работе приступит участковая комиссия. Им предстоит проверить внесенные данные по каждому избирателю. День выборов назначен на 25 марта. В ближайшее время кандидаты будут проводить агитационную работу. «Будут встречаться с избирателями, размещать свою печатную продукцию, раздавать людям, чтобы они знали о том, с чем он идет в депутатский корпус, какие он собирается решать вопросы, проблемы данного ли округа, либо в целом региона, в котором он проживает. Вот этой работой они сейчас будут заниматься». Почти 90 проектов по карте индустриализации реализованы в Кустанайской области за время первой и начала второй пятилетки государственной программы. На плановую мощность вышла половина новых предприятий. К проблемным отнесены два из сферы агропромышленного комплекса. Это комсомольская птицефабрика, которая простаивает пятый год. Из-за отсутствия оборотных средств решить проблему взялся новый инвестор. В конце текущего года здесь планируют получить первую продукцию, сложнее с маслозаводом в областном центре. Объект ввели в эксплуатацию в 2012-м. Его мощность более 3,5 тысяч тонн подсолнечного масла в год. Однако вложения не оправдались. Сейчас предприятия проходят процедуру банкротства. Насколько она законна, местные власти намерены узнать с помощью привлечения соответствующих органов. Агентство по противодействию коррупции, департамент госдоходов, департамент внутренних дел будем заниматься. На законных основаниях будем привлекать. Как это так? Экспертизу надо делать. Банкротный управляющий тоже никаких мер не принимает. Ни одного документа не оставили, уничтожили документы. Просматривается лже-банкротство, лже-увод денег. 88 миллионов тенге бюджетных денег. Механизмы поддержки женского предпринимательства на селе обсудили во время республиканской конференции. Кроме того, Общественный фонд «Социальная динамика» совместно с компанией «Кока-Кола» и «Коалицией за зеленую экономику» и «Развитие G-Global» объявили старт ежегодного конкурса «Кока-Кола Белестера» на лучшую бизнес-идею среди женщин из глубинок. По данным ЮНИСЭФ, женщины составляют примерно половину населения Земли и выполняют около 70% всей работы. Однако, несмотря на это, зарабатывают лишь 10% от мирового дохода. С 2013 года в Казахстане существует проект «Кока-Кола Белестера». Представительница прекрасного пола обучает основам предпринимательства и помогает в разработке бизнес-проектов. Цель этой программы прежде всего дать возможность женщинам реализоваться, поверить в свои силы и обрести уверенность в себе. Если женщина успешна, если она работает, если она самореализуется, то успешно и общество, а соответственно будет успешна и наша компания. «Кока-Кола Белестеры» — часть глобальной программы «5 by 20». К 2020 году компания планирует вовлечь в бизнес 5 миллионов женщин. Со 2 марта и до 10 сентября любая желающая жительница казахстанского села может отправить заявку на участие в конкурсе. Потребуется лишь описание уникального проекта и бизнес-план с расчетами. По итогам 10 победительниц получат грант на развитие в размере 4 тысяч долларов США. За 5 лет более 9 тысяч женщин посетило тренинги по основам бизнеса. Но только 650 из них участвовали в конкурсе. Только 41 по итогам 2017 года получили грант. То есть поэтому в основе все-таки сначала обучение и консультационная поддержка, и только мотивационным компонентом служит конкурс. Для тех, кто хочет стать частью программы «Кока-кола и Белестеры», испытать удачу в конкурсе, а также открыть свой успешный бизнес в селе, на сайте ccb.kz есть вся необходимая информация. Сабина Тургаева, Ермек Кеншимбек, Хабар 24, Астана. В США снова стреляют. В этот раз инцидент произошел в кампусе Мичиганского университета. 19-летний студент убил своих родителей. Такая информация появилась на сайте учебного заведения. Как сообщается, стрелок использовал оружие отца, который служил в полиции. Злоумышленник с места преступления скрылся. Отмечу, очередная стрельба в учебном заведении произошла на фоне протестов против свободной продажи оружия. Активисты опасаются, что расстрелы могут стать повседневной реальностью Америки. Напомню, в феврале 19-летний юноша устроил стрельбу во флоридской школе. Злоумышленник убил 17 человек. Эти события вызвали волну протестов и стали причиной возобновления ожесточенных дебатов. Законодатели ряд местных ритейлеров, не дождавшись решения правительства, самостоятельно ужесточили правила продажи оружия. На казахстанском Токамаке будут исследовать материалы для строительства термоядерных реакторов. Программу научных исследований на ближайшие три года утвердили на заседании экономического совета СНГ. В совместный поиск и анализ материалов, пригодных для строительства энергоустановок, будут вести пять стран Содружества. Первый запуск казахстанского реактора в Кручатове провели в июне 2017 года. Токамак стал одним из лучших примеров взаимодействия стран СНГ в научной сфере. Ученые уверены, что в Токамаке особые термоядерные реакторы, в которых происходит слияние ядер, могут стать основой развития атомной энергетики, так как термоядерный синтез – это дешевый и экологически безопасный способ добычи энергии. Принято важное для нас решение, для Национального ядерного центра, для Республики Казахстан и, думаю, для всего термоядерного сообщества стран СНГ. Была утверждена программа совместных исследований. Это единственный в мире материаловический Токамак, который позволяет проводить исследования, поиск материалов, которые могли бы стоять в тяжелейших условиях высокотемпературной плазмы. Реализован по инициативе главы нашего государства, лидера нации, Султана Бишина Назарбаева. Первая программа определяет форматы и условия участия пяти стран. Казахстан, Белоруссия, Россия, Армения, Кыргызстан. Она определяет условия финансирования этих работ, механизмы, формы. В отравских школах внеклассные занятия робототехникой набирают популярность. В свободное время школьники собирают различных программируемых роботов и достигли в этом успехов. В национальной гимназии для одаренных детей в кружке работают 40 ребят. Основная цель создаваемых роботов упростить человеческий труд в разных сферах жизни. Сегодня готовы шесть прототипов. По словам руководителя учебного заведения, в планах вырасти из кружка до настоящего центра. В этом году на развитие робототехники в гимназии из местного бюджета выделено 2 миллиона тенге. Сейчас школьники работают над новым проектом создания робота-педагога. Основная идея создания подобного робота – это помощь в учебном процессе. К примеру, если ученик не приходит на урок, робот связывается с ним посредством интернета и отправляет информацию об уроке и задании, которые необходимо выполнить. То есть, ребёнок всегда будет в курсе учебной программы. Мы ставим перед ребятами цель по созданию именно таких интеллектуальных машин. Фольклорно-этнографический ансамбль «Нурорда» Казнуи под руководством Майора Ильясовой с триумфом выступил в Будапеште. Их концерт прошёл в одном из престижных залов столицы в здании Академии наук при поддержке казахстанского посольства в Венгрии. Программа удивила даже самых искушённых ценителей искусства. Более 20 композиций прозвучали в этот вечер. Среди них известные народные песни «Япы рай», «Акьерке», «Босбала». Венгерская публика смогла послушать и неповторимый кюй-крумэнгазы сарарка. Зрители по достоинству оценили богатство казахской культуры, а виртуозное мастерство наших музыкантов вызвало шквал аплодисментов. Отмечу насладиться творчеством студентов казнуи собрались политики, дипломаты, а также казахи, проживающие в этой стране. С приветственной речью выступили главы МИД Казахстана и Венгрии Кайрат Абдрахманов и Петер Сайарто. Они отметили, что двусторонние отношения стремительно развиваются во всех сферах, не только в экономике образования и крепнутой культурной связи. Почти 10 минут публика рукоплескала, не отпуская наших музыкантов со сцены. Они тут же сыграли на бис еще один кюй. Наши студенты счастливы. Концерт прошел на очень высоком уровне. Казахская традиционная музыка уникальна. Ее с восхищением встречают во всех странах. Благодаря искусству в мире еще больше узнают о Казахстане, о его богатой самобытной культуре. Мне очень нравится казахская музыка, а мой любимый инструмент – это дамбра. Она как гитара, только с двумя струнами. Но когда все инструменты звучат вместе, это уникально. Они как будто имитировали шум реки, свист ветра и другие звуки степи. В этот момент, благодаря музыкантам, я почувствовал энергетику Казахстана и как будто побывал на казахстанской земле. Это очень профессионально. Я в восторге. Масштабный флешмоб, посвященный празднованию Наурыза, прошел в Астане. Прямо в фойе нового железнодорожного вокзала Норл-Жол. Почти две сотни студентов выстроили слово «Наурыз» на латинице. Необычный флешмоб организовали сотрудники государственной концертной организации «Казахконцерт». Участниками стали студенты двух творческих вузов столицы Казахского национального университета искусства и Казахской национальной академии хореографии. Они исполнили всеми любимые казахские песни и подарили всем посетителям книги отечественных поэтов и писателей. По словам организаторов, мероприятие будет иметь продолжение и в других городах республики. Так участники столичного флешмоба передали эстафету алматинской молодежи. В Павлодаре состоялась официальная церемония зажжения огня седьмой зимней республиканской универсиады. Очевидцами красочного шоу на главной ледовой арене спорта при Иртыще стали более тысячи зрителей. Для участия в масштабных соревнованиях съехались 36 команд со всех регионов. Это больше двух тысяч молодых атлетов. Лыжной гонки, зимние президентское многоборье, баскетбол, футзал в программе «10 видов спорта». Право зажечь огонь универсиады получила известная лыжница, магистрант Казахской академии спорта и туризма Анна Шевченко. Рекордсменка Всемирной универсиады в прошлом году заявала сразу пять медалей, в том числе одно золото, три бронза и серебро. Она только на днях вернулась в родной город из южнокорейского Пхенчхана. Сельхозпроизводители Италии считают убытки. Вместе с резким похолоданием на этой неделе сибирский циклон принес на полуостров значительные финансовые потери до 300 миллионов евро по предварительным подсчетам. Непривычные для этих мест морозы уничтожили посевы капусты, шпината, тыквы и артишоков. Многие из фермеров потеряли весь урожай зимних культур. Серьезное посеяние аграриев связано с виноградниками и оливковыми рощами. Температура воздуха в некоторых районах Италии опустилась до минус 17 градусов. Оливок, к сожалению, очень чувствительно к холоду, к сильному морозу. В ближайшие дни нам предстоит оценить ущерб производителей оливок. И он может быть огромным. Если умирает оливковое дерево, его нужно заменить. То есть посадить другое на его место. И около 5-6 лет после этого ждать урожая. По этой причине владелец оливковой рощи может лишиться дохода на несколько лет. В завершении выпуска погоди в нашей стране. В ближайшие дни в стране из-за циклона с Каспийского моря синоптики обещают осадки в виде снега и дождя, а также туман и гололед. Циклон приведет к интенсивному таянию снега, отчего возможен подъем уровня воды и подтопление в Казалардинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях. В Астане морозы пойдут на спад. По городу Астана 3 и 5 числа ожидается погода без осадков. 4 марта к концу дня снег. Повышение ночных температур от 24 до 16 градусов мороза, а дневных от 12 до 4. По городу Алмата 3 и 4 числа ожидается временами осадки, туманы. Повышение ночных температур от 3 до 1 градуса мороза и дневных от 6 до 11 градусов тепла. А я напомню, эти и другие новости доступны на сайте 24КЗ. К данному часу у нас пока все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!